Всем привет! В этом видео хотел бы сделать для вас сравнение и такой обзор небольшой двух моделей наушников. Это QWI Pro 6 и QWI J1, ну или J01, как они более точно называются. Собственно, эти наушники очень похожи, но между тем немного и отличаются. Первая модель, она больше подходит для прослушивания музыки легкой, для прослушивания аудиокниг, для тех, кто не любит наличие множества низкочастотной составляющей в звуке. Эта же модель подойдет тем, кто любит больше низкие частоты, рэп-музыку, техно, электронную музыку, ну и кто любит в целом низкочастотную составляющую. Но обе модели очень хорошо и достойно звучат в своем представленном сегменте. Именно вот легких, спокойных наушников и более таких агрессивных, мощных. По громкости они плюс-минус похожи, по громкости здесь громкости достаточно для любителей даже громко послушать, но я бы не рекомендовал, потому что все-таки это очень сильно влияет на слух. Я, например, слушал, что эту модель, что эту, где-то на примерно 75% громкости, и мне было этого вполне достаточно. Причем эти наушники, я сказал, что да, они похожи, но как будто бы они чуть-чуть потише, то есть здесь нужно было где-то 85% громкости выставлять, а здесь было достаточно 75%. Может быть так смартфон с ними работает, не знаю. Здесь есть индикация, индикация, которая показывает, в каком режиме сейчас работают наушники. Здесь она представлена в виде такого зеленого светодиода, который показывает, что наушники сейчас заряжаются. Также здесь, когда вы кидаете их на зарядку, тоже наушники загораются оранжевым светодиодом, либо белый светодиод загорается, когда наушники подключены уже к устройству, и, собственно, открыт кейс, вы просто видите это. Здесь индикация немного другая. Здесь зеленый светодиод показывает, что наушники подсоединены, то есть вот кейс открыт, и когда вы его закрываете, наушники, когда заряжаются, они оранжевым светом светятся, оранжевый светодиод загорается. Здесь USB Type-C зарядка, что здесь, что здесь. Кабель есть в комплекте, поставляются они, так как они в разных ценовых категориях, то они поставляются и с разной комплектацией. Собственно, вот QV Pro 6 поставляется просто вот в таком пакетике, и кабелек USB-C в комплекте. А уже J01 поставляется вот в такой красивой упаковке, прочной, мощной. Также есть в двух расцветках. Здесь белая и черная, здесь белая и черная. И, по-моему, вот QV J01, по-моему, поставляется еще в двух цветовых решениях дополнительно. Я ссылки оставлю в описании, можете посмотреть. Собственно, если на подарок, то J01, я думаю, будет более красиво выглядеть. Заряжаются они, в принципе, вот сейчас я по цифрам вас ориентирую, заряжаются они немного по-разному, но и разряжаются по-разному. У меня J01 хватало на 3 часа, на 3 часа 15 минут. Я их тестировал в разных совершенно режимах на 75% громкости. То есть это и рок-музыка, и легкая музыка, электронная, сложная музыка, плотная такая музыка, где, в принципе, нет пауз. Миксы длинные. 3 часа 15 минут – это их рекорд. Эти же наушники проработали 4 часа, это был их рекорд. То есть Pro 6 работают дольше примерно на час. Но, что касается автономности, я еще тестирую эти наушники сейчас. Если вы прислушаетесь, то вы на заднем фоне услышите, что там что-то цыкает. Это как раз эти наушники воспроизводят музыку, именно поэтому их здесь в кейсе нет. Так вот, эти наушники я заряжал от кейса 2 раза, и еще кейс готов их заряжать. Эти наушники я зарядил от кейса 2,5 раза, и кейс сел полностью. То есть получается, здесь я еще не знаю, насколько хватит кейса, но на 2 раза точно его хватило. Что касается зарядки от кейса, и эти, и эти наушники заряжаются примерно час 10, причем у J01 у меня была ситуация, когда они зарядились за час 0,5, то есть еще быстрее. Они поддерживают тапы, они поддерживают переключение громкости, причем вот J01 точно поддержит, а здесь у меня что-то никак-то не завелось переключение громкости, а здесь без проблем поддерживается. Ну, вы можете это все увидеть, я ссылку оставлю на наушники, переходите по ссылке, которая вас интересует именно этой модели, и там будет подробно, допустим, на Алиэкспрессе расписано, какие тапы поддерживают наушники, и вы уже сможете примерно для себя понять, что для вас интереснее. Звук мне больше понравился, сразу скажу, так как я любитель более ровной АЧХ, и может быть даже более роковой АЧХ, то есть когда идет немножко подъем на верхних и на нижних частотах. Так вот, для меня J01 является лидером по звуку, потому что здесь как раз-таки такая АЧХ, здесь все-таки АЧХ идет с небольшим спадом по низким частотам, вот, поэтому эти наушники, они более для легкой музыки, и, как я уже говорил, для аудиокниг. В целом, по удобству, по приятности, конечно, J01 мне больше нравится, потому что у них и кейс более интересный, более такой необычный, своеобразный, и индикация красивая здесь, и сам кейс сделан из приятнейших материалов, если вы посмотрите поближе, то он слегка матовый, и когда ты трогаешь его, это такой софт-тач. Здесь идет классический глянец, поэтому эти наушники не вызывают каких-то вау-эмоций. Собственно, разные наушники у меня есть, если кому-то интересно, есть также модель Cuvie Pro 4, это самая младшая модель, она по стоимости примерно как Pro 6, но она по звуку примерно такая же, как J01, но по автономности она, конечно, слабее всех. Также у меня есть J03, также у меня есть UMI Digi, вот такие вот, также есть Redmi AirDots третьего поколения, также есть AirBuds третьего поколения, разные наушники есть, я много всего переслушал, перепробовал. Собственно, для меня лично вот по звучанию из недорогих моделей самым лучшим вариантом является именно J01, поэтому я для себя вот выбор остановил на такой модификации. Если кому-то интересно, можете тоже себе ее прикупить. Стоят они недорого, там в районе 10 долларов, плюс кэшбэки, скидки и так далее. Спасибо всем за внимание, надеюсь, видео было полезным, надеюсь, оно понравилось. Сами наушники, как я уже говорил, достаточно автономные, неплохо звучат на любителя, кому какой жанр нравится, вот, но в целом более многожанрово это QVJ01. Хорошего всем настроения, ссылки, где можно купить эти наушники, будут в описании, там же будут ссылки на два кэшбэка, которым вы можете воспользоваться, чтобы сэкономить. Если интересно, как звучат микрофоны этих наушников, а звучат они, конечно же, ну, по крайней мере, Pro 6 микрофон звучит стандартно, не ахти, а здесь микрофон я еще не тестировал, поэтому тест этого микрофона будет на основном канале, в обзоре этих наушников. Он выйдет сегодня буквально, или, может быть, в течение нескольких дней. То есть, когда вы смотрите это сравнение, обзор уже будет точно, и вы сможете более подробно посмотреть на J01. Поэтому для меня лично J01 это лидер в плане бюджетности, и, конечно, они чуть дороже. Эти стоят в районе 7-8 до 9 долларов максимум. Эти стоят в районе 9-10-11, там тоже в зависимости от того, когда попадете на какие цены. Магазины постоянно их меняют, поэтому мониторьте, смотрите, плюс кэшбэки, плюс разные купоны магазины часто предлагают. Но оба варианта очень быстро заряжаются, очень автономные в целом в данной ценовой категории. Есть хорошая индикация, понятная, то есть вы сразу разберетесь, что означает. Также USB Type-C современный, можно эти наушники заряжать без проблем даже от вашего смартфона. Если кто не в курсе, то современные смартфоны, вот у меня, например, Mi 11 Lite, они поддерживают реверсивную зарядку, но даже дешевые смартфоны поддерживают реверсивную зарядку 5 Вт. Например, современные Redmi 10, по-моему, 5 Вт без проблем поддерживают. То есть вы втыкаете кабель USB-C и USB-C, и можете заряжать ваши наушники без каких-либо проблем. И делать это на максимальной мощности, скорости, потому что 5 Вт – это как раз мощность, необходимая для зарядки данных наушников, насколько я помню. По-моему, 0,5 А они потребляют, а, даже 2,5 Вт они потребляют, то есть зарядки будет хватать без проблем. Если есть что добавить или есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Хорошего всем настроения и пока!